Сборная юных физиков из Китимского района стала обладателем бронзовых наград на всероссийском турнире в Москве. Выступали ребята, как оказалось, под счастливым для них номером 13. В день жеребьевки его вытянул капитан команды. И подшучивая друг на другом, не думая о плохом, ребята дошли до финала. Если выставить частоту переменного тока резонансную с частотой стержня, то стержень войдет в резонанс. Его амплитуда колебания приведет к тому, что шарик будет подпрыгивать. Как объяснить, почему шарик прыгает на разную высоту, а система не затухает? Максим Фетисов нашел решение этой задачи и поделился им на турнире. Доклад прошел, наверное, средняя. Дискуссия с оппонентом была тоже средняя. Оппонент, к сожалению, никаких важных вопросов на дискуссию не вынес. Больше, наверное, обсуждалась математика задачи, математическая модель. Экспериментальная часть задачи была, наверное, не такая обширная. Но качественные объяснения, математическая модель была сильной, хорошо проработана. Сложности, с которыми сталкиваются юные физики, возникают только на начальном этапе, когда читаешь задачу впервые. А дальше все гораздо проще. У меня две задачи – это сирена и фрактальные пальцы. Я докладывала сирену и на сибирском, и на российском. Нужно было есть вращающийся диск с отверстиями, и ты направляешь на него поток воздуха. После чего ты должен услышать звук характерный. И вот нужно было разобраться с условиями возникновения, с параметрами, которые будут влиять на характеристики этого звука. В сборной юных физиков районы пятеро школьников – ребята из Тольменской и Лебедевской школ. Некоторые из них уже не первый год участвуют в турнире. Он состоит из пяти боев. В течение каждого команда выполняет одну из ролей – докладчик, оппонент или рецензент. Я исполнял один раз роль докладчика и получил достойный балл. Жюри оценили мою задачу на 5,38 – средний балл из 10. Это вполне хороший результат. Я первый год участвую в турнире. То есть я сначала поучаствовала в сибирском турнире. Мы там стали призерами третьей степени. И вот попал на всероссийский турнир. Ученики из Тольменской и Лебедевской школы, они были представителями реально сельской школы. И, соответственно, получить такой вот результат в виде диплома в третьей степени и бронзовых медалей – это, конечно, очень круто. Представительство было очень серьезное. То есть были санкт-петербургские команды, московские команды, команды с Уральского федерального округа, с Сибирского, с Иркутской области. И поэтому конкуренция была очень такая жесткая. Ну и понятно, что очень радостно, что вот дети наших школ в состоянии составлять конкуренцию вот этим зубрам нашей страны. В будущем команда физиков из Китимского района нацелена на улучшение собственных результатов. Это повышает престиж не только школы и твоего родного края, но и шанс для участников получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Опять же, если ребята захотят связать свою жизнь с физикой.